набираем обороты вот на 27 мотор работает с такими рылками непонятными не знаю вроде правильно подсоединённая но скорее всего что подшипники храновые дает до 50 уже нормально ровно работаем 70 герц больше не идёт это программа 0.1 реверс жмём так зайдём реверс работает у нас остановка и в обратную сторону 70 герц 70 герц убавляем ход сбросили а на 15 кг за секунд ставим на торможение чтобы быстро не это это программа 0.1 0.4 была 0.1 0.3 настраиваем на 70 и 0.1 0.4 получается тогда он запоминает там нижний порог и верхний порог программа 0.1 0.5 у нас тоже 70 стало было сотка кажется если 0.1 0.4 строишь пятое тогда сама уже автоматом сбрасывается видна основная на это чтобы запомнилось получается то что есть нижний регулировали она стояла на 100 тоже ладно посмотрим что 0.1 0.6 у нас здесь тоже что-то по герцах регулировка сюда не лазил особо и не надо ну можно тоже попробовать на 70 поставить может поставим здесь так будет ровнее работать ну поэкспериментировать можно а нет что-то она до 59 догнала и все значит это наверное не герц а так что-то поставим тогда кибура на 0 сюда лезть не будем попросили а китайца мне сбросили полностью инструкцию там на русском но не сильно подробно можно разобраться эта инструкция на русском немного помогла мне разобрался хотя бы что к чему и последующим хочу вынести резистор этот ростат выносной на станок сам поставить и включать реверс реверс чтобы не жать того что по инструкции написано что выходит этот у нас ростат со строя быстро если им пользоваться с этого пункта управления так что лучше сделать выносное выносной у нас везде можно купить или со старых деталей снять с сейчас разброс сделаю программы эту где наставил вот посмотрю 70 герц. Рекомендуется на 70-ти работать с двигателем 10-ти герцовым. Высшее уже плохо и для частотника, и для самого двигателя. Ну, работая вроде бы нормально. Получше, чем я конденсатором пускаю. Отпускал его конденсатором, и нельзя было обороты регулировать, то не очень было. Особенно, когда заготовку ставишь кривую, еще не отцентрированную, не обточенную, то опасно было здесь 2700 оборотов, почти 3. Ну, будем 3 считать. Так можно будет вот избавить наполовину, сделать там, например, 1500, 1500, 800, сколько захочется. Ну, пассатижами-то он притормаживается, конечно. Если вот взять розет сюда, деревянную заготовку и розет, то не особо так легко и тормозится. Ростом можно тащить, острым, хорошим, особо не тормозится. Я прилепил хорошо пассатижи, не затормаживается так. Остановил. Это всего лишь вот 15 Гц у нас. Немного. Но держать уже нельзя. Добавим 20. Немного быстрее стало. Вот мне нравится мне это поддергивание его. Вроде подключил правильно. Дергается. С индикатором проверить. Светится. Эта фаза тоже светится. И эта светится. Три фазы по 220. С выхода его должен быть. 20 Гц. Жмём реверс. Или я уже его сжал, наверное. Когда реверс не работает, уже раз нажал его, он сработал и обратно крутится. Реверсом уже не переключается. Чтоб включить обратно в ту сторону, что и крутилось, надо нажать на пуск. Вот нажал пуск, я встал нормально сразу. В обратную. Обратно, чтобы включить противоположную сторону, уже жмём на реверс. Сработало. Остановился, стал крутиться в противоположную. Нажимаем опять, не работая уже. Жмём на пуск, работая в ту сторону первоначальную, при которой работали. Ну так, для первого разу разобрались немного. Разобрались, как он работает, этот частотник. Минимальные его функции и возможности. 70 герц. Сбрасываю я полностью вот на ноль время его торможения. А, наверное, или 8 секунд устанавливал. Наверное, 8 на торможение всё-таки устанавливал. Работает, всё нормально. Что скажу? Сейчас им, кто не пользовался особо, ну, работая, гудит внутри. Вентилятор. Единственное, что... Сейчас я выключу. Уже вот питание отключенное, он светится. Это ошибка какую-то выдаю. Выключилось реле только что, щелкнуло. Нажму на пуск сейчас. Ну, уже реле выключилось. Я выключал с розетки, потом опять на пуск жарю, он, сейчас даже было электричество, что вентилятор крутанулся. Секунды три. Ну, уже щелкнуло, уже не выключается. Покуда мы экспериментировали тут ничего не нагрелось. Не слышно, чтобы нагретая была. И покупал я этот частотник на фото у меня там было здесь вот стоит микруха сейчас. А там стояло на фото продавца этого, что продавал, целая плата такая маленькая. В этого, что пришел, платы этой нету. Стоит вместо платы микруха и здесь вот с двумя выходами, не знаю, как эта штука называется, там диодом называть. А там стоял такой же вот транзистор, а вот здесь вот видно его под проводом. Вот такой транзистор стоял с холодильником с этой стороны. и плата небольшая управления. На этом же платы управления нету и транзистора. Не знаю, или слабейший, или просто что, заменили микросхемой все это дело с этой стороны. Но транзистор, конечно, если бы дополнительный был, лучше, наверное, было. Ну, посмотрим. Подключу этот двигатель проверил, включаться все нормально. Подключу его, поставлю обратно на станок свой токарный и испытаем его потом на станке, как он будет на сопротивление работать, этот частотник. Прижимать колодку можно сильно, не сильно. Ну, точить особо сильно жать не надо, чтобы, главное, хороший был. Стоя и раз сами не обзавелся, со старой стамески выбрал полукругом такие, и все. Наприварив ручку длинную с арматуры, вернее, с пластины железной. Будем пользоваться, будем смотреть. Понравится частотник мне этот на этом вот агрегате данном. То, может, еще закажу один. Здесь вот крышечка такая стоит, контакты закрывают. Это я снял, когда прикручивал все это. провода прокручивал. И снизу заглушка такая резиновая устанавливается. Через ее провода выпускать, чтобы пыль не попадала. Но я ее, покуда снял, то все временно проверил. Работает, мотор крутит, то установлю уже на месте все это дело. Ну, со временем еще раз беру с толком, что куда подключать к этим выходам. Здесь резистор подключать, можно, как я говорю, и выключатели заднего переднего хода, выносные. Лучше, конечно, сделать все это отдельно, чтобы мне панель все время не крутить, потому что это хлипенькое. Поставлю мне зеленый, таки советский, может, на резисторе. Сейчас вам покажу. Вот этот вот. Там от 2 килоом до 10. Этот резистор на 3,3 килоома. Резистор PPB 25G 85-го года. На два года, можно сказать, этого младше за меня. Резистор хороший, таки, брал я его для других целей, но не пригодился. Здесь палладьевые накладки стоят на ползунке самому. этом. Так, что-то надежная вещь. Сейчас у меня тут запчасти разные. Тилисторы, дионы, транзисторы такие мощные, старые PT 85B. Это дело в зарадку. Раньше покупал зарадку такую на рынке автомобиль самодельную. Здесь стоит трансформатор с телевизора. Немного перемотан. И стоял амперметр. Это вольтметр. Амперметр советский стоял такой круглый. Вон спортишься. Я сюда купил с Китая. Вольт амперметра поставил отдельно. И на его поставил плату питания отдельную. Потому что когда попытался запитать от трансформатора это уже постоянным током. Запитал, он поработал там минут пять и перегорела дорожка на плате этого вольт амперметра. Так что я запитал низшим током получается он на 12, а я запитал на 7,5 вольт. Ну работаем всё нормально. Так что не переживаю. Будет работать. Включил 22,4 вольта амперы на месте того, что нагрузки нет. Можно сказать совершенствовал то стрелочки были, а сейчас электронный стоит табло. Это питание самого. блока это а это уже сколько он выдает 22,4 это получается 20,4